Евгений Гришковец 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 и читаем отрывки из того, что еще не опубликовано. То есть, собственно, я отчитываюсь перед друзьями за прожитый год. Значит, в этот раз будет прочитано что-то из «Прощание с бумагой». Да, да. Я закончил его буквально чуть больше 10 дней назад, этот текст. Это только текст для нового спектакля, который выйдет в сентябре. Сейчас начнется работа над тем, чтобы из этого текста сделать спектакль. Получается, что я над ним работал, ну вот, выйдет больше двух лет над этим текстом. Этот спектакль будет называться «Прощание с бумагой». Это, ну это о чем? Ну понятно, из самого названия. Это про то, как человечество прощается с бумагой, мы прощаемся с бумагой, как с образом жизни, вот как со способом существования. И это не ностальгический такой спектакль, абсолютно там нет никакого... Сожаления. Сожаления есть, вот мое сожаление. Я же ощущаю, что я бумажный человек. Я сожалею о том, что я давно не пишу письма. Но от этого, от своего сожаления, я же не буду их, не начну их писать. Потому что уже все равно... Факт пишет факт. Я не пишу СМС или... Да, я фиксирую некий факт того, что 2000 лет человечество жило с бумагой. А теперь и не будет. Но я просто говорю о том, что дальше непонятно, что будет. Чтобы уточнить, и наши зрители понимали, насколько писательский труд сладок или горек, что такое понятие подводная лодка? Вот расшифруйте нам. Ну вот кусок своей жизни вы называете подводная лодка. Да, погружением, глубоким погружением. Вот уход... Я уехал в Калининград в прошлом году и вынырнул вот только. Вот сейчас вышел на поверхность только сейчас. Это большое счастье. Правда, этим счастьем долго заниматься невозможно. Писательский труд очень счастливое дело. Особенно по сравнению с тем, как делается кино или же делается театр. Поскольку театр и кино – это коллективная работа. И там, и там, если ты руководишь процессом, ты занимаешься, условно говоря, массовым коллективным производством. В котором задействованы разные люди. А писательский труд – ты один. И тебе в этом процессе никто не может не то, что помешать, и помочь никто не может. То, что никто не может помочь – это самое счастливое дело. Ты никому не можешь обратиться ни с просьбой, ни с вопросом, ни с советом. Ты никому, в общем, не можешь показать что-то недоделанное. И не должен этого делать. И вот, закончив, ты выходишь и вдруг видишь – о, а есть еще люди, с ними можно разговаривать, с ними много радостных дел, приятных, счастливых. Но уход в писательскую работу, в одиночество – это такое вот счастье концентрированное. Но от счастья тоже устаешь. Женя, уже критики, уже исписали тонну уходящей натуры бумаги, говоря, что вы мастер монолога. Ну, диалога в исключительных случаях. А вот прощание с бумагой – это что? Это монолог или это все-таки массовое действие театра? Нет, это очередное мое высказывание, монологическое и практически лекция. Я беру к условию, что зритель не знает ничего. И я сообщаю зрителю вот все как абсолютную новость о том, что происходит с человечеством. И мне представляется, что это будет довольно увлекательно смотреть. Ну, потому что, ну как, приятно же видеть человека наивного, и который знает на тебя меньше на сцене, но все-таки приятно его послушать. Значит, здесь будет опять три единства – автора, режиссера, скорее всего, и исполнителя. Да. Ну, точнее, скажем так, это будет единственный способ существования этого текста. Текст, написанный на бумаге, это записочка для меня, чтобы я мог в нее заглядывать. А текст в другом виде, кроме вот этого спектакля, существовать не сможет. Это вот так существующий текст в виде спектакля. А вы суровый, беспощадный критик по отношению к другим исполнителям, читающим, проживающим со сцены ваши тексты. Вот на примере спектакля «Планета». Я, например, знаю, что вы играют в других городах и весях другие артисты, если что-то видели или слышали, отношения. Поддерживаю всячески. То есть я с радостью, когда ко мне обращаются за разрешением на постановку, позволяю это делать. Если у меня есть возможность это не смотреть и не видеть, я стараюсь избежать. Но если это невозможно, и мне, ну, допустим, я приехал куда-то, и там специально люди поставили в репертуру, чтобы я непременно посмотрел, я прихожу, я стоя аплодирую с первой секунды после окончания спектакля, я поддерживаю, говорю массу любезностей. И я так к этому и отношусь. Потому что люди из вот этих тысяч-тысяч пьес выбрали мою, поставили, и они фактически знают текст мой, написанный, намного лучше меня. Потому что я-то варьирую, а они знают его наизусть. И они находят какие-то свои смыслы в этом. У них есть какие-то свои местные зрители, которые считают, что эти спектакли лучше, чем в моем, ну, таком изначальном исполнении. И я поддерживаю их. Я хочу, чтобы артисты, вот этот режиссер, делали и показывали свой спектакль с хорошим настроением. Им же не объяснить, что в случае вот такого просмотра спектакля, который они уже сделали, я просто зритель. Но они, конечно, относятся ко мне, ну, вот пришел тот, кто это написал. И у них масса вопросов ко мне. Но я никогда так же не отвечаю ни на какие вопросы постановщиков, или актеров, которые говорят, а вот что вы имели здесь в виду? Я говорю, а вот Чехову можете позвонить? Или там, даже уже вампирову не смогу. Это правильная позиция. Нельзя, нельзя отвечать, но я очень поддерживаю, хвалю. Говорю, что лучшей постановки в жизни никогда не видал. И когда они это слышат, они счастливы. А счастливый артист на сцене, он еще и красив. А счастливый человек всегда красив, и он всем нужен. А сколько театров позволили себе роскошь ставить в афишу, в репертуар вашей пьесы? Вы подсчитывали? Ну, сейчас уже сложно подсчитать. Но это волнообразно. Периодически возникает мода, потом она стихает, потом опять возникает. Но это десятки, да? Это десятки. В основном самый вставимый спектакль – это спектакль «Зима». Это его любят ставить студенты, дипломные работы. Довольно активно ставит пьесу «Город, но за рубежом». Несколько спектаклей во Франции идет, в Германии. Вот скоро будет в Финляндии. Есть и радиоспектакли, наверное, на иностранных языках. Вот говоря о текстах, авторы обычно очень трепетно и скрупулезно относятся к своим текстам, если дело касается и драматургии, и тем более романов. А как вы дописали в «Круге первом» Солженицына? Ой. Там же мне было предложено сыграть некого писателя Галахова, который никто иной, как… В фильме у Панфилова. В фильме у Панфилова, да, в «Круге первом». Никто иной, как Константин Симонов. Он там определенно читается. Совпадение было сильное. То есть в романе ему 39 лет, и мне было тогда 39 лет. Мы почти одинаково картавили, ну, картавили, похоже. Какое-то было некое военное, ну, у него серьезное военное, просто у меня был флот. Ну, что-то, какие-то были такие совпадения. Я даже отпустил себе усы, и мне их постригли, как у Симонова. И единственное, он был крупнее меня. Он к тому времени, 39 лет уже был, у него было 5 сталинских премий. У меня поменьше, у меня только 4 вошло. Но у него не было слов. Вот если посмотреть почитать роман, там он появляется, и про него говорится, от автора говорится про него, как про довольно неприятного человека. Про вот этого некого писателя Галахова. А я не был согласен. Вот я не был согласен. Мне всегда с детства нравился Симонов. Он особым образом говорил, он говорил про войну. Он был такой романтик, он с этой трубкой. Ну, все равно мне всегда нравился живые и мертвые. Я не хотел говорить так, как Солженицын говорил о нем. А он там про него говорил, как про негодяя, мерзавца и прочее. И, исходя из его кусочков, я собрал некий монолог некого пьяного писателя, который признается в том, что он не знает, о чем писать. И что, на самом деле, у него лучшие его работы, это были первые стишки во время начала войны и довоенной, которые записывали еще девочки в блокнотике. Я играю у пьяного, Симонова, не знаю, пил он или не пил, но я играю его пьяным. Но все утверждалось. И вот этот вот текст отослали Александру Саевичу. Да. И, конечно, это было весьма волнительно. И потом мне сказали, он узнал, что вы там что-то пишете, не могли бы вы его передать? И я передал книжку «Реки». И он утвердил этот текст. Вот он, который... И вот в фильме, я говорю, по сути дела, ну, конечно, собранный из слов Солженицына, но собственный монолог, который был им утвержден. Что, по-моему... Вот для меня это такое вот событие. Ну, я не помню, чтобы я так волновался на каком-нибудь экзамене. Хотя, что мне это было? Ну, отменят и отменят. Ну, будут этой роли. Ну, и что? Ну, а когда вот спектакли идут в Московском художественном театре? Я понимаю, что у вас там не один уже, не одна пьеса поставлена. Ну, вот, скажем, последнее, дом, где Игорь Золотовицкий в соавторстве с Анной Матисон. Но все-таки вот каковы ощущения? То, что это идет в Московском художественном театре, это такое вот... Это так, да не, ну что вы, это... Какие-то моменты я... Я же там все-таки ставил спектакль, я к этому... Ну, я не могу к этому привыкнуть. Ну, к этому невозможно привыкнуть. И к этому нельзя привыкать. Вот продолжать этому удивляться, ну как? Потом это исполняется уже на большой сцене. Не же переносили его на большую сцену. На большой сцене. И вот эти вот такие вот артисты учат это наизусть. Ну, как можно привыкнуть к тому, что Алла Покровская и Владимир Краснов выходят? Это убийственные, просто убийственные сцены в их исполнении. Это потрясающе. Да, Покровская это говорит. У меня... А эту же, вот эту же роль в школе современной пьесы замечательно бабушку играет Санаева. Да, да, да. Замечательно. И, понимаете, как вот я... В этом случае я все равно... Это Лиса Алиса. Из того фильма, который я смотрел, когда мне было 6 лет. И Лиса Алиса выучила то, что я написал. Это не может быть. Это просто не может быть. И это счастье такое. Я никогда не смогу заходить к Табакову в кабинет просто так, потому что Табаков. И как бы добродушно он не был настолько, как бы весело, как бы он не назвал меня Женечкой, я все равно вот понимаю, с кем я разговариваю. И что это тоже чудо, и к этому тоже привыкнуть невозможно. И нельзя привыкать. В фильме «Сатисфакция», в таком мощном кинематографическом вашем опыте, ваш герой с соблюдением единства времени и места действия задает вопросы и отвечает на вопросы. Вот я просто возьму оттуда цитату, да, в виде вопросов. Вас там спрашивают, и вы задаете как раз следующее. Как вы заработали первые деньги, и как называли в детстве? Меня называли Женя в детстве. И я никому никак не позволял себя иначе называть. Почему-то потому, что мне очень не нравилась Жека. И вот прям не нравилась совсем. И так случилось, что мне за время учебы пришлось поменять 4 школы. И всегда пытались называть Жека. И я этого категорически не хотел. И приходилось драться вот из-за этого. И мне дедушка сказал, что вот по-другому тебя не должны называть, иначе это какое-то пренебрежение. А первые... Первые заработки. Первые заработки. Да, это был 90-й год. Это был Берлин, когда рухнула стена. Мы туда поехали. Я хотел эмигрировать. Я стоял на улице, на Курфюрстен-Дам, в виде живого памятника или показывал пантомину. Мне бросали деньги. Это были первые у меня заработанные деньги. Вы уже тогда поставили памятник самому себе. Яркому и необычному литературно-художественно-театрально-кинемографическому-музыкальному явлению под названием Евгений Гришковец. Спасибо вам большое. Еще раз наступающим. И с нетерпением ждем прощания с бумагой. Той самой пьесы, спектакля, о которой мы говорили в самом начале. Сентябрь. Спасибо. Евгений Гришковец на телеканале Культура в главной роли. Обязательно увидимся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok